Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачао-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Россияне по всей стране высказываются в поддержку решения президента Владимира Путина провести специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Жители России поддерживают решение Владимира Путина по проведению спецоперации в Донбассе и защите граждан. Я считаю, что данная спецоперация назрела уже очень давно. Считаю, что это правильно. Полностью поддерживаю наших доблестных военнослужащих. Желаю им удачи, чтобы они побыстрее закончили эту тяжелую работу. Это действительно очень тяжелая работа, но очень нужная для нашей Родины. Сотрудники следственного отдела по Карачаевску задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Напомню, 27 декабря 2021 года на одной из улиц Карачаевска было обнаружено тело новорожденной девочки с признаками механической асфиксии. При расследовании уголовного дела следователи не ограничивались версией, что к совершению преступления может быть причастна только жительница Карачаева-Черкесия. Отрабатывались все лица женского пола, проживающие на территории близ лежащих субъектов, которые обращались за медицинской консультацией по поводу беременности. Среди них могли быть туристы и студенты. В рамках расследования уголовного дела более чем у 270 лиц получены образцы букального эпителия, по которым проведены генетические экспертизы с целью установления генотипов с биологическими объектами, изъятыми на месте преступления по факту обнаружения трупа новорожденного ребенка. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлена женщина, которая при допросе признала совершение преступления, рассказала обстоятельства убийства своего новорожденного ребенка и в ходе проведения проверки показаний на месте наглядно показала детали совершенного преступления. По результатам, проведенной экспертами КЦМД Республики генетической экспертизы, достоверно установлено материнство подозреваемой по отношению к обнаруженному трупу новорожденного ребенка. В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 91.92 Уголовно-процентрального кодекса. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативных мероприятий, направленных в условление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательствами базы. Расследование уголовного дела продолжается. Печальная весть ушел из жизни заслуженный работник торговли Российской Федерации Нарич Хамзатович Азов, отдавший более 50 лет трудовой деятельности, становлению и развитию родной Карачаева-Черкесии. Нарич Хамзатович неоднократно избирался членом Карачаева-Черкесского обкома из Ставропольского краекома КПСС, депутатом областного и краевого советов народных депутатов, был депутатом Народного собрания Карачаева-Черкесии первого созыва, почетным и уважаемым членом Республиканской общественной организации АДГХСы. Пусть светлая память о достойном представителе своего народа и республике сохранится в сердцах будущих поколений жителей Карачаева-Черкесии, говорится в некрологии. Несовершеннолетие за рулем будущие асы или потенциальные убийцы. Сотрудники ГИБДД и участковые полномочные полиции по делам несовершеннолетних ОВД Росипа Уйджикутинскому району провели информационно-пропагандистскую встречу с учащимися старших классов и педагогами второй школы Уйджикуты. К работе также привлекли представители общественности, администрации района и казачества. Ахмат Халкичев продолжит. Общественность не только Уйджикутинского района, но и всей нашей республики зубодорожила новость о ДТП с участием двоих учащихся второй школы Уйджикуты. К сожалению, это не первое происшествие с участием несовершеннолетних. В прошлом году в подобной аварии уже погиб школьник. По имеющейся на данный момент у полицейских информации, старший классник выкрал ключи от родительского авто и выехал в город, прихватив с собой еще и своего одноклассника. В какой-то момент юноша не справился с управлением и на пересечении улиц Лесная и Ореховая допустил дорожно-транспортное происшествие. Водитель транспортное средство пока находится в тяжелом состоянии. Его держат в коме, но критическое состояние вроде бы улучшилось. Будем надеяться, что выживет, выкарабкается. Второй пассажир получил тоже разные телесные повреждения. Важность общения со школьниками в подобном формате очень сложно переоценить. Последняя реальность показывает, что виртуальные беседы не особо эффективны. Тем более, тем и крайне важное – сохранение жизни и здоровья учащихся. Но в то же время без поддержки со стороны родителей, без их сознательности, желаемого результата у нас не будет, выразил уверенность директор школы Тимур Айбазов. Подрастающее поколение необходимо сохранить и дать им возможность в дальнейшем самореализоваться уже как личности, а не обрывать вот так глупо их жизнь обычной халатностью, я считаю, и несознательностью. Беседы с учащимися ведутся и на данный момент, с родителями, постоянно ведутся профилактические беседы. Ну, я думаю, что в дальнейшем, когда уже будет возможность, мы будем собирать именно отцов, именно отцов для того, чтобы проговорить и данную, и схожие ситуации в живом, в живем, скажем так. В ходе беседы полицейские и общественники рассказали детям о том, чего категорически нельзя делать, чтобы не оказаться преступником и стать виновником трагедии не только своей, но еще и чужой семьи. Мне кажется, у каждого мальчишки было такое желание покататься, но когда ты понимаешь, что у меня был случай, мой одноклассник погиб в аварии 3 октября, и я после данного случая, я не хочу водить, потому что я не хочу повторить его случай. Я знаю, что мне дома ждет мама, и я собираюсь вернуться. Причин, по которым несовершеннолетние садятся за руль, много, но самой большой проблемой, как говорят полицейские, является то, что некоторые родители сами допускают своих детей за управление источником повышенной опасности. Для вразумления таких родителей предусмотрены весьма внушительные штрафы, которые начинаются от 30 тысяч рублей, а еще безобидная, на первый взгляд, детская шалость может испортить ребенку всю жизнь, оставшись пятном в биографии судимостью. Ахмат Халкечев, Роберт Джагутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Джигутинский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 42 950 человек. Из них 34 193 выздоровели, 315 человек госпитализированы. Ну а сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Слово нашим синоптикам. Слово нашим синоптикам. Ночью на дорогах гололезится. В Черкесии ночью и утром небольшой дождь, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-3, днем 5-7 градусов выше нуля. Агропроизводители смогут претендовать на новые меры поддержки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Предпринимателям, которые вкладываются в переработку сельскохозяйственной продукции, предоставят дополнительную поддержку государства. Агропроизводители смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на создание и модернизацию производств, даже если уже взяли льготный кредит на эти цели. Это позволит аграриям повысить качество продукции и расширить ее ассортимент. Впервые в Черкесске состоялся кинофестиваль «Хрустальная вершина» при поддержке Министерства культуры Республики и «Татар кино». Гости из Казани – это режиссеры, актеры театра и кино – познакомили жителей и гостей Республики со своими картинами. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Фестиваль начался с ярких выступлений артистов филармонии, затем к присутствующему обратился министр культуры Зураб Агирбов. Мы рады приветствовать вас на открытии нашего первого, уникального для нас, ну, наверное, значимого в развитии кино Карачао-Черкесии проекта, фестиваля «Хрустальная вершина». Для нас, для республики, которая только начинает свои шаги в профессиональном производстве кино, это, конечно, событие важное. Надеемся на сотрудничество с Республикой Татарстан, чтобы и там мы могли показать свое особенное, удивительное, интересное кино. Всем нашим производителям, продюсерам, киномастерам желаем удачи, успехов. Главной целью фестиваля стало знакомство жителей и гостей республики с новыми картинами и их создателями. Обмен опытом, популяризация творчества духовно-нравственных и культурных ценностей, а также создание объективного представления о культуре народов России. Очень благодарны Черкесскому за то, что нас пригласили. Мы готовы любой фильм дать на показ, чтобы жители Черкеска увидели, как мы живем. Кто такие татары? Почему у нас есть свои общие корни? На самом деле мы очень близкие народы, и дружба между Крачево-Черкесией и Татарстаном, она давняя. Она имеет истории, она имеет истуки. Поэтому мы думаем, что на этом битке это очень важное событие. В программу Дни татарстанского кино отобраны лучшие фильмы, призывающие к добру, миру и справедливости. Один из таких стал фильм «Байгал» кинорежиссера Ильдара Игофарова. В картине играет роль следователя и известный актер Владимир Довиченков, давний друг режиссера фильма. В центре сюжета судьба главного героя Галимжана играет Ренат Галимов, преподаватель актерского мастерства в Институте культуры, который долгие годы проживает в одиночестве в небольшом ветшалом домике на окраине татарской деревни. Много лет назад в Казани у него было все – любимое дело, любимая жена и сын, пока семейная жизнь не дала трещину. Это очень приятно, этот регион для меня очень новый. Я снимаю кино в Татарстане. Сюда привез две картины. Это «Байгал» и картины «Живолевые». По-татарски она звучит и «Сенмисис». Они полнометражные, игровые картины. Я надеюсь, что... И вообще я снимаю кино о людях, и мне кажется, нет никакой разницы, татарская это картина или черкесская, или это русская картина. Это история одинаковая, история маленького человека, которая на самом деле очень большая, она очень близка любому человеку. Фильм рассчитан на глубокого, думающего зрителя, а красивые осенние пейзажи Татарстана не оставят равнодушным никого. Талантливые именитые гости из Казани были рады посетить нашу республику и в свою очередь приглашают к себе со своими фильмами и творческими работами. Альбина Курочинова, Кенджио, Мухаммед Ишебоков, фестик, Карачаево, Черкесия. В конце марта в Карачаево-Черкесии планируют провести переход на лошадях карачаевской породы из Малокарачаевского района в Урубский протяженностью 220 километров. Мурат Лепшоков из села Маруха с 2015 года занимается разведением лошадей, а в этом году планирует принять участие в переходе Медовой водопады. Из Зеленчукского района репортаж Аллы Динаевой. Каждое утро Мурат Лепшоков в конюшне и начинает день, ухаживая за своим четвероногим другом с кокуном карачаевской породы по кличке Альмур-Таджис. Скоро Мурат и Альмур-Таджис отправятся в небольшое путешествие по Карачаево-Черкесии. Сейчас они к нему готовятся. Это будет конный переход протяженностью 220 километров. И выставка лошадей? Два как бы каждый день. Тренировки, да? Да, тренировки. Проводится? Ну, провожу пока что чисто шагом. Сильно не нагружаю. Хочу вот, ну, уже где-то еще 10 дней так поработаю, уже дальше больше начну его по-полному нагружать. Любовь к лошадям у каждого горца в крови. И в детстве у меня был чистокровный Ахалтикиница, а позже, в 2015 году, приобрел 6-месячного жеребенка карачаевской породы, из которого вырос вот такой красавец, вороной скакун чернее черной ночи, делится Мурат. И с тех пор я решил заниматься разведением скакунов. Искал и приобретал самых лучших представителей карачаевской породы лошадей. А сегодня к Мурату приехал гость из Тернауза Аскер Шаманов. Откуда вы узнали про этого жеребенка и почему приехали именно вот в это? Лошадей там много, в принципе? В инстаграме я подписан на музыках. Вот, отец нравится жеребце. И вот жеребенка увидел, созвонился с мальчиком, договорился, приехал, посмотрел, покатался на жеребце. Я так понимаю, вы не так дешево его покупаете. Цена приличная, не жалко столько денег отдавать? За хорошую душу нет. Не жалко. Стоит она этот день. Сильные, смелые, благородные, быстрые и поразительно выносливые. Становится очевидным, что разводить карачаевскую породу определенно имеет смысл. И это понимает нынешнее поколение. И каждый заводит себе четвероногого друга, а у многих и косяки этих умных созданий. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Таким был вторник, Карачаево-Черкесия. Ну а прямо сейчас вечер с Владимиром Соловьевым. Ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»!